Хочу представить вам бывшего имама Мария Джозефа, который стал христианином после изучения Корана. Это началось после того, как один человек спросил его о том, кто же был Иисус. Марио попробовал выяснить, что же говорит об Иисусе Коран и сравнил Иисуса с Мухаммедом. Вскоре он выяснил, что Коран ставит Иисуса выше, чем Мухаммеда. После того, как Марио стал христианином, его семья пыталась убить его, но Бог помог ему избежать этого. Мои предки родом из Турции, но они приехали и поселились в Индии на юге, штат Керала. Когда моя мама была беременна мной, оказалось, что у нее развилась внутриутробная инфекция, и все доктора говорили, что я умру еще в утробе. Однако она не послушалась, никаких советов. Она молилась Аллаху и сказала, «Аллах, жизнь принадлежит Тебе, я знаю, Ты можешь подарить жизнь. Если Ты подаришь жизнь этому ребенку, я посвящу его Тебе». Это была ее жертва. И чудесным образом я родился, и все думали, что я умру еще в утробе. Я был посвящен Богу, и я проповедовал в исламской мечети как имам, и однажды в проповеди я сказал, что Иисус Христос не Бог. Для меня Богом являлся только Аллах. Я верил, что Он никогда не был женат, то есть у Него не могло быть сыновей. И я говорил, что Иисус не Бог. Тогда кто-то из толпы спросил, «А кем же является Иисус? Может, это был мусульманин?» И он спросил, «Кто же тогда Иисус?» Я проповедовал, что Он не Бог, но вопрос. Кто же Он тогда оставался, чтобы узнать, кто же Он? Я прочел весь Коран заново. 114 сур, 6666 аятов. Читая Коран, я нашел имя пророка Мухаммеда, упоминаемым четыре раза. А имя Иисуса я нашел в 25 местах. Я был смущен этим. Почему Коран отдает предпочтение Иисусу? И второе, я не смог найти в Коране ни одного женского имени, ни имени матери пророка Мухаммеда, ни его жен, ни детей в Коране. Есть только имя матери Иисуса, Мария. Затем, читая Суру 3, Аль-Имран, с 45 по 55 аят, я нашел 10 утверждений Корана об Иисусе. Первое. Коран говорит, что Иисус – слово Аллаха. Сура 3, аят 45. Сура 4, 171. Второе, что Иисус – дух Аллаха. Сура 4, 171. Третье – Иса Масих, что значит Иисус Христос, Мессия. Так, Коран говорит, что Иисус – слово Бога, Дух Бога и Мессия – Христос. Потом Коран говорит, что Иисус разговаривал, будучи совсем маленьким, около двух дней от роду. Коран также говорит, что Иисус сотворил живую птицу из грязи. Он взял чуть глины, сформировал птицу, вдохнул в нее, и она жила. Так я понял, что Он может давать жизнь. Он вдохнул ее в глину. Сура 3, 49. Затем Коран говорит, что Иисус исцелил слепорожденного и прокаженного. Он также оживлял мертвых. Сура 3, 49. Иисус зашел на небеса, Он все еще жив и вернется снова. Когда я нашел все это, я размышлял о том, что же Коран говорит о Мухаммеде. Согласно Корану, Мухаммед, ни Слово Бога, ни Дух Бога, никогда не говорил, будучи двух дней от роду. Не сотворял живую птицу из глины. Не исцелял больных. Не воскрешал людей. Сам умер, согласно Исламу. Он не жив и никогда не вернется. То есть множество различий между этими двумя пророками. Я не называл Иисуса Богом тогда. Я думал, что Он пророк. Но Он более велик, чем Мухаммед. Однажды я пошел к своему учителю, который учил меня 10 лет в арабском колледже, и я спросил его, «Как Бог сотворил Вселенную?» Он ответил, «Бог сотворил Вселенную Словом». Тогда у меня вопрос. Слово Бога. Создатель или создание? Коран говорит, что Иисус – Слово Бога. Если мой учитель говорит, что Слово Бога – Творец, то это означает, что Иисус – Творец, и мусульмане должны стать христианами. Предположим, Он скажет, что Слово – Творение. Тогда Он окажется в ловушке. Почему? Он ведь сказал, что все создано Словом. Но если Он сказал, что Слово – Творение, то посредством чего Бог сотворил это Слово? Так Он не мог сказать, что Слово – Творец, но и не мог сказать, что оно – Творение. Он рассердился и вытолкал меня из комнаты, сказав, Слово – не Творец и не Творение, и ты убирайся отсюда. Когда Он заявил это, я сказал Ему, Слово – не Творец и не Творение, поэтому христиане говорят, что Слово – Сын Божий. Тогда Он сказал, что если Слово – Сын Божий, то я должен показать Ему жену Бога, ведь без нее нет шансов иметь сына. На это я показал Ему на части Корана, где сказано, что Бог может видеть не имея глаз, говорить не имея языка, слышать не имея ушей. А если это так, то Бог может иметь сына без жены. Итак, мы имеем веский аргумент, и знаете, что я в конце концов сделал? Я взял свой Коран, приложил его к груди и сказал, Аллах, скажи, что мне должно делать. Твой Коран говорит, что Иисус до сих пор жив, а Мухаммед мертв. То ты скажи мне, кого мне принять? После молитвы я открыл Коран, вопрошая только моего Аллаха, и открыл Суру 10, аят 94. Там написано, если ты сомневаешься в том, что мы не спасли тебе, то спроси тех, которые читают Писание, Библию, раньше тебя. Воистину, к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в числе сомневающихся. То есть, если вы спросите меня, кто сделал меня христианином, то это не какие-то отцы, сестры, епископа, кардиналы, и даже не Папа Римский. Это Коран обратил меня в христианство. Так, после прочтения этого, я решил изучать Библию. Я отправился в религиозный центр в Индии. В процессе изучения Библии множество стихов касались меня. В первый же день священник прочитал из Иоанна главы 1, стих 1, 14. Вначале Бог сотворил Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Итак, мой Коран говорит Иисус, Слово Бога, и Библия утверждает то же самое. Я находил их очень похожими, и был счастлив знать, что нуждаюсь и в Библии, и в Коране. Я был как бы в один день христианином, а в другой мусульманином. Мне нужны были две книги. Думая так, я услышал еще стих, Иоанна глава 1, стих 12. Прекрасное слово для меня, говорящее о том, что всем принявшим Иисуса, Он даст власть быть чадами Божьими. Знаете, во всех аятах Корана Аллах называет людей рабами, а Себя Господином, Владыкой. Господин не может любить своего раба, а раб не может любить Господина. Мне не нравилось, что меня называют рабом, но Коран говорит так. Но когда я услышал стих 12 от Иоанна 1 главы о том, что если ты веруешь в Иисуса, Он даст тебе власть быть чадом Божьим. Я сразу сказал, что нуждаюсь в Иисусе, потому что я хотел быть Детем Божьим. С тех пор я стал называть Бога Отцом. До этого я не знал, что могу звать Бога Отцом. Иисус учил молитве на арамейском языке. Он говорил, «Отче наш, сущий на небесах». Это означает «Отец наш». Я не могу выразить свою радость, когда я говорю «Мой Отец», называя Бога Отцом. Когда я думаю, что Творец Вселенной, «Мой Отец», я испытываю радость, которую не могу передать. Это невозможно объяснить. Это можно испытать только самому. Я так рад называть Бога Отцом. Именно поэтому я решил принять Иисуса. Когда мой отец приехал и узнал, это было ужасно. Он очень сильно избил меня, мой нос кровоточил, и я потерял сознание. Он привез меня домой, я не помню как, потому что был без сознания. Я очнулся в маленькой комнате, без одежды, полностью голый, мои руки и ноги были крепко связаны. Я даже не мог говорить, потому что на моих глазах, носу, во рту была пудра из перца чили, и на каждую рану моего тела они посыпали этот порошок, чтобы жгло. Они сделали все так жестоко, потому что написано в Коране более чем в 18 местах сражайтесь с неверными. А в некоторых аятах написано убивать тех, кто отвергает и противится исламу. Мой отец подчинялся Корану и хотел что-то сделать. Следующие два дня мне не давали воды и еды. Я был слаб и обезвожен. И когда губы потрескались, я пытался слезать с них кровь, чтобы смочить горло. Тогда мой брат подошел и помочился на меня. Они сказали, что это наказание за веру во Христа. И после многих дней без воды и еды мой желудок скрутило, тело совсем ослабло, я стал как ничего не помнящий младенец. От отсутствия воды и еды я уже ничего не осознавал. Я был как мертвец. Я не помню, как много дней все это продолжалось, может, около 20, но однажды отец вошел и снял с меня цепи, но я не очнулся. Он сильно сжал мое горло, чтобы понять, жив ли я еще. Я не мог дышать, открыл глаза и увидел большой нож в его руке. И отец сказал, это твой последний миг и нет надежды. Я позволю тебе жить только если ты воззовешь Калаху. Если тебе нужен Иисус, я убью тебя. Я знал, что когда я был в утробе матери и все говорили, что я умру, но семья сильно любила меня, они молились и получили жизнь для меня. И вот теперь хотят убить. Я хорошо знал своего отца, он убьет меня. Когда я понял, что мой последний миг, я знал одно, Иисус умер, но Он вернулся, воскрес. Если я верю в Иисуса, умру, у меня также будет жизнь. В этом вся радость. И лучше умереть в Иисусе, Откровение 14.13. Когда я решился на это, внезапно на мой лоб упал свет, как бы лунный, и как бы электрический ток прошел по моим венам. Откуда-то энергия напитала мое тело. Я даже не мог контролировать себя. Так много энергии возникло в моих костях и теле. Я сбросил руку отца со своего горла и вскричал, «Иисус!» Когда я крикнул это, отец упал на пол. Когда он упал, держа в руках нож, на его груди была большая рана, она кровоточила. Из его рта шла пена, он кричал, и все были в шоке. Моя мать, братья, сестры, они не понимали, что происходит, они подумали, что отец умирает. Они схватили отца и поехали в больницу. Они забыли закрыть дверь в мою комнату, и у меня хватило сил. Я это не могу объяснить, потому что я был словно младенец, без еды около 20 дней, но я был полон сил. Я выскочил наружу, надел одежду отца, побежал к остановке, такси, сел в машину и уехал. Таксист оказался христианином. И по пути он купил мне воду, соки, еду. Он знал о моей борьбе и привез меня в Потта, в христианский центр. Мы общаемся до сих пор. Он мой хороший друг. То есть я снова оказался в центре. В тот день я действительно понял, мой Иисус жив по сей день. Когда я возвал к Нему, в моей беде Он спас меня. Это значит, Он здесь. Даже сейчас, когда я разговариваю с вами. В этом моя жизнь. Я знаю, Он повсюду. После моего обращения прошло 18 лет. И я никогда не думал, что мусульмане позволят мне прожить 18 лет. Я даже проповедовал на Ближнем Востоке, где арабы. Но ничего не произошло. Это значит, мой Иисус жив и защищает меня. Ваша жизнь до сих пор в опасности? Эти люди пытаются убить вас? Да. И после этого случая они пытались убить меня много раз. После этого у меня нет связи с моими сестрами, которых я люблю. С мамой. Я также ее люблю. Но надежды нет. Но это по-человечески нет надежды. Богу же возможно коснуться их в один миг. И я молюсь об этом. Даже если они не принимают христианство. Я постоянно молюсь. Иисус, возьми их в рай. Я нуждаюсь в них. И вы не боитесь умереть? Нет, никогда. И вы не должны бояться. Страх смерти по сути глупость. Если вы верите в Мухаммеда и при этом умрете, знайте, каковы ваши дела. Пророк Мухаммед умер. Его похоронили. И мы не знаем, где Он сейчас. Если я верю в Него и умру, то не знаю, куда я пойду. Но Христос умер. Но и воскрес. Римлянам 8.34. И я также имею надежду, что если умру в Иисусе, то вернусь, воскресну. Лучше быть уверенным в смерти. Но она должна быть в Иисусе. Иисус ясно сказал, Я иду в дом Моего Отца. В доме Отца Моего обители много. Иоанна 14.1.12. Я иду приготовить место вам. И когда приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Знаете, я так счастлив знать, что мой Иисус готовит для меня там большое. Когда Он закончит, Он заберет меня к себе. Должно быть мое большое. Потому что все эти 18 лет мусульмане пытались убить меня, но не могли. значит, стройка еще длится. Когда все будет готово, Он вернется за мной. Только тогда мусульманец могут убить меня. А пока никто не может. И я не боюсь смерти. Это факт. Чтобы иметь вечную жизнь, вам нужен Иисус. От Иоанна 1.5.12. Чтобы достичь рая, нам нужно покаяться во грехах, принять Иисуса Христа как Бога и Спасителя, Который умер за наши грехи. Иисус – единственный путь в небеса. От Иоанна 3.16. Субтитры создавал DimaTorzok